В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Лидновской школе номер 11 прошла зарядка в рамках проекта «Детский спорт. Партия «Единая Россия». Мы приходим в школу и сразу настроение поднимается. В округе проходит месяц чистоты и благоустройства. Конечно, мы будем стараться во все сроки вложиться, чтобы это было достойно. Новая победа Ивана Гирёва. Сами соревнования прошли хорошо, соревнования прошли под нагрузкой. В Лидновской школе номер 11 прошла зарядка в рамках проекта «Детский спорт. Партия «Единая Россия». Подготовили спортивную программу активисты движения первых. Начало утро с зарядки и наша съемочная группа. В 11 школе утро началось бодро и весело. Под зажигательную музыку ребята повторяли упражнения за ведущими. Спортивную программу для зарядки подготовили участники движения первых. Среди них восьмиклассница Николь Радца. У нас песня есть такая, где движения не очень складные. Мы сразу перед мероприятием придумывали новое. То есть мы танцы все сами придумываем. Утренняя зарядка прошла в рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт». И была приурочена ко Дню здоровья. Мы растим наше молодое поколение. Все-таки хотим их приучать к здоровью. Это очень важно проводить такие мероприятия именно в школах. В школах, детских садах, на улице. Мальчишки и девчонки были рады такому активному началу дня. Всем удалось набраться сил перед уроками. Ну это важно, чтобы как бы для поддержки здоровья, чтобы быть здоровым. Раньше, когда мы приходили в школу, было не так весело. Мы приходим в школу, сразу настроение поднимается. Сразу музычка хорошая. И зарядка, зарядка. Вот приходишь в школу, устала, вот сделал зарядку и сразу бондом становишься. Стоит отметить, что зарядку для младших классов участники движения первых проводят в школе ежедневно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Ленинском округе проходит месяц чистоты и благоустройства. В рамках комплекса мероприятий будут обновлены общественные пространства и места отдыха. О том, какая работа проводится в видновских парках, расскажет Юлия Стаферова. Апрель объявлен месяцем чистоты и благоустройства. Поэтому в Центральном парке полным ходом идет подготовка к летнему сезону. Коммунальщики подметают и моют пешеходные дорожки, лестницы, убирают сухие листья, ветки и мусор с газонов, красят забор. Кроме того, ремонтируют карусели, а также готовят фонтан и сцену. Конечно, мы будем стараться во все сроки выложиться, чтобы это было достойно, чтобы можно было встретить открытие сезона без проблем больших. Уборку только начали, а местные жители уже заметили результат проделанной работы. Я сегодня уже даже обратила внимание, что стало гораздо чище. Несмотря на то, что апрель объявлен месяцем благоустройства, Центральный парк убирают постоянно. Кира Салем работает в досуговом центре «Надежда», который находится на территории парка. Она, как никто другой, ежедневно наблюдает за тем, как рабочие следят за чистотой. В этом году уже было очень много снега. Снег убирался каждый день. Парк был всегда в порядке и в чистоте. Порядок будут наводить во всех общественных местах, парках и скверах города. Благоустройство также проведут во дворах муниципалитета. Напомним, что летний сезон откроют 1 мая. Члены Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» регулярно оказывают помощь бойцам СВО. На днях они своими руками сделали окопные свечи. Окопная или брендажная свеча служит источником тепла и света в полевых условиях. Именно такая свеча может гореть очень долго. С помощью нее можно разогреть еду, вскипятить воду, согреть руки и растопить снег. В настоящее время эти предметы необходимы нашим бойцам на передовой. Руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Данила Саркопудов рассказал технологию изготовления окопной свечи. Первым этапом изготовления свечи является подготовка банок. Нам нужно снять этикетку и зачистить крышку от острых углов. После этого нам нужно из картона вырезать просто прямую полоску. Эта полоска будет являться фитилем. Потом мы нарезаем картон по ширине, по высоте банки. И далее мы закручиваем фитиль в картон. После этого фитиль необходимо вставить в железную банку и залить растопленным парафином. Для этого активисты «Молодой гвардии» топят свечи или покупают готовый материал. Вероника Семина считает, что занимается полезной работой на благо общества. Я считаю, что это необходимо, чтобы молодое поколение принимало участие в данных организациях. Ребята и дальше планируют продолжать поддержку участников СВО. С 19 по 22 марта в Обнинске прошел чемпионат Центрального федерального округа по плаванию. Заслуженный мастер спорта плавец Иван Гирев показал лучший результат на одной из дистанций. О новой победе и планах на спортивное будущее узнала Инга Инчук. Иван Гирев – плавец, который многие годы оттачивает свое мастерство в бассейне «Дельфин». За 17 лет в профессиональном спорте плавец сумел завоевать серебро на Олимпийских играх, стать чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта. Областные соревнования для Ивана – возможность дополнительной тренировки и отработки техники. Мы всегда через этот чемпионат делаем, так скажем, акцент в тренировочном процессе. То есть мы выступаем там не как на каких-то основных стартах, а как на части тренировочного процесса. Рассчитываем на большой, так скажем, эффект, ну, на большой скачок на чемпионате России. Несмотря на то, что Иван считает чемпионат промежуточным, он выиграл золото на областных соревнованиях в Обнинске на дистанции 200 метров. Большой вклад в спортивные успехи пловца внес его тренер Андрей Шишин, который уже настроен на будущие победы чемпиона. Готовка у нас шла на федеральной базе «Озеро Круглого». Сами соревнования прошли хорошо, соревнования прошли под нагрузкой, так как сейчас мы только начинаем период сужения для того, чтобы выступить на чемпионате России в Казани. После чемпионата России у нас начинается большой полноценный цикл, куда мы готовимся к играм дружбы. Это, соответственно, альтернативное соревнование, да, олимпийским играм. Поэтому весь упор, все направления мы делаем к этому старту, который будет 20 сентября. Областные соревнования стали новым достижением в копилке пловца, но расслабляться Иван не планирует. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В Центральном парке города Видное 6 апреля в субботу состоится развлекательная программа для детей «Смеяться разрешается». Приходите всей семьей и получите хорошее настроение. Начало в 12.00. Также в субботу на поле стадиона «Металлург» выйдет одноименная футбольная команда, чтобы сыграть матч на Кубок Московской области. Соперником в 1-8 финала станет команда из Латкарина. Начало игры в 15.00. В День здоровья 7 апреля в парке «Опаренки» пройдет международная акция «10 тысяч шагов к жизни». Приглашаем всех желающих. Начало в 11.00. Во Дворце культуры «Видное» в 15.00 7 апреля состоится авторский вечер Константина Головина с участием Оркестра русских народных инструментов имени Глейхмана. Начало в 15.00. Билеты в кассе и на сайте ДК. Проведите свои выходные с пользой. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова